Всем привет! Это видео о том, как восстановить удалённые фотографии или видео с Android-устройства. Сегодня большинство Android-устройств уже оборудованы камерами, которые способны делать достаточно качественные фотографии и снимать видеоролики. Объёмы, встроенные в смартфон памяти или подключаемые карты памяти, уже давно перешагнули за 16 ГБ. А в носителе такого объёма может храниться достаточно большое количество важных данных. О том, что делать в случае утери или удаления фотографий или видеороликов с Android-устройства и как их восстановить, мы и рассмотрим в данном видео. Причиной утери фотографий или видео с Android-устройства могут послужить намеренное или случайное форматирование карты памяти, заражение вирусом, неправильная работа программ, сбой, очистка памяти устройства с целью освободить место. Кстати, о том, как правильно очистить память телефона или планшета на Android от ненужных файлов и программ, у нас уже есть детальное видео. Ссылка на него будет в описании. Первый и, наверное, самый простой способ восстановить удалённые фото или видео с Android-устройства в случае если ваши данные хранились на карте памяти. В таком случае, вытащите карту памяти с вашего устройства и подключите её к компьютеру или ноутбуку, используя кардридер. В некоторых случаях вы можете использовать смартфон или планшет, подключенный кабелем к качестве устройства для считывания карты. Но имейте в виду, что программы для восстановления данных не всегда могут увидеть подключенную к компьютеру таким образом карту памяти. На это есть свои причины. Как видим, она отобразилась в папке Этот компьютер. После этого установите и запустите Hetman Partition Recovery. Ссылка на страницу программы будет в описании. Кликните в окне программы слева, на данной карте памяти. И выберите тип анализа. Если вы только что случайно удалили файл, будет достаточно быстрого сканирования. После форматирования или сбоя лучше произвести полный анализ. Как видим, после окончания сканирования программа обнаружила фатраздел нашей карты памяти и все хранящиеся и удалённые файлы. Перехожу в папку, с которой были утеряны файлы и вижу, что программа их обнаружила. Если в данной папке вы не обнаружите свои фото или видео файлы, то вы можете их найти в папке «Глубокий анализ». Только там они будут отсортированы в папке по расширениям. Чтобы восстановить ваши файлы, выделите их и нажмите «Восстановить». Укажите место и папку для сохранения файлов. И нажмите кнопку «Восстановить». Файлы восстановлены. Восстановить удалённые фото или видео с внутренней памяти Android устройства не так просто. Это связано с тем, что устройство с версиями Android до 5 можно было подключить к ПК как USB-носитель или накопительное устройство. В таком случае восстановить данные с памяти устройства можно было описанным способом с помощью Hetman Partition Recovery. Но начиная с пятой версии Android устройства к компьютеру по умолчанию подключаются как медиапроигрыватель по протоколу MTP. И изменить это нельзя. Теперь для восстановления фотографий или видео с внутренней памяти смартфона понадобятся права суперпользователя Android или Root права, а также активный режим разработчика для того, чтобы включить отладку устройства по USB. На том, как рутировать Android устройство, я останавливаться не буду. Это целая тема для отдельного видео. Итак, если с внутренней памяти вашего смартфона или планшета нужно восстановить фото или видео и он рутирован, то сделать это можно такими программами как Wondershare Dr.Fone for Android, Android Data Recovery или EskiSoft Toolbox for Android. Это не реклама, таких программ много. Итак, запустите одну из программ. Их принцип работы очень похож. Включите в Android устройстве функцию отладки по USB и подсоедините его к ПК. Как видим, программа его сразу определила. Выбираем тип данных, которые необходимо восстановить и нажимаем «Далее». В результате сканирования программа отобразит фото или видео, которые она может восстановить. Просто выделите нужные и нажмите кнопку «Восстановить» или «Recover». Если у вас нет возможности подключить смартфон к компьютеру, то также можно восстановить ваши фотографии или видео с помощью самого смартфона. Для этого Play Market есть достаточно приложений. Но все они также требуют для своей полноценной работы root-прав. Некоторые из них предоставляют возможность восстанавливать данные устройства без root-прав. Но качество восстановления будет значительно ниже. Как пример, можем рассмотреть приложение DiskDigger. После запуска программы, вы обнаружите два способа сканирования устройства. Простой поиск без root и полное сканирование для устройства с root-правами. Выберите желаемый способ сканирования и приложение запустит его. Вы увидите все обнаруженные программой файлы. Их можно отсортировать, нажав значок шестеренки. Посмотреть свойства любого файла и восстановить выбранные. Отметив их и нажав кнопку восстановления. Выберите способ восстановления и файлы будут сохранены. Как видите, восстановить фотографии и видеоролики с Android-устройства не всегда легко. Поэтому лучше предотвратить их утерю. Для этого можно использовать приложения корзины для Android. Таких приложений опять-таки много. Но и показывать по ним особо нечего. Как пример, можно рассмотреть приложение Dampster. Принцип его работы очень прост. Просто установите его. И после этого все удаляемые с устройства фото, видео и другие файлы или приложения будут попадать в корзину этого приложения. Отсюда их можно всегда восстановить. Ну и если говорить о безопасности фотографий и видео на Android-устройствах, то никак нельзя не упомянуть о таком сервисе как Google Фото. С помощью данного приложения можно настроить автоматическую или ручную синхронизацию фотографий и видеороликов с вашего смартфона или планшета в облако. Они всегда будут там храниться. Даже после удаления с вашего устройства или карты памяти. Или вообще утеря его. Доступ к вашим снимкам вы также можете получить из компьютера. При сохранении фото и видео в высоком качестве их хранимый объём не ограничивается. Если сохранять в исходном, то он ограничен объёмом вашего Google-диска, к которому привязано приложение. В заключение хочу подытожить. Восстановление фотографий или видео с внутренней памяти Android-устройства – непростая задача. Сам Android не предоставляет такой возможности. Из-за этого возникает много трудностей. Это необходимость рутирования устройства и включение режима отладки по USB, который тщательно скрыт разработчиками. Да и программы для восстановления данных с внутренней памяти устройства часто не справляются со своей задачей в полном объёме. Но совсем по-другому дело обстоит с восстановлением данных с карты памяти. Для таких инструментов, как Hetman Partition Recovery, восстановление данных с любого съёмного носителя информации является базовой функцией.